Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область планирует получить 500 миллионов на покупку 80 автобусов. Об этом на встрече с главными редакторами СМИ группы компании «Инмедиа» рассказал зампред регионального правительства Алексей Жердев. По его словам, заявка в Минтранс России на получение финансирования уже направлена. Деньги хотят получить на целевое приобретение 80 среднемагистральных автобусов для межмуниципальных перевозок. Это даст увеличение числа маршрутов и рейсов, отметил Жердев. Цитирую. Есть большая вероятность, что Москва нас поддержит, заключил зампред. Экономика. 23 мая в магазинах Кировской области не будут продавать алкоголь. Ограничения связаны с тем, что в школах региона пройдут последние звонки. В областном Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли напомнили, что в день этих мероприятий региональное законодательство запрещает розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах. Исключение – продажа спиртного в ресторанах, кафе и барах. Нарушителей закона наказывают штрафами. Также продажа алкоголя в Кирове будет запрещена 1 июня, в день защиты детей. В эфире «Экономика». На выпускной ребенка кировские родители тратят более 20 тысяч рублей. О затратах на праздничные мероприятия и наряды кировских родителей спрашивал портал «Суперджоб». В 11-м классе выпускной бал обходится семейному бюджету в 12,5 тысяч. При этом в среднем по России сумма сбора на мероприятие составляет 16,5 тысяч рублей. Выпускной бал в 9-м классе стоит несколько дешевле – 9,5 тысяч. К этим суммам родителям нужно еще добавить одежду. Наряд сына девятиклассника в Кирове стоит в среднем 9 тысяч рублей, 11-ти классника – 10,5 тысяч. Образ для дочери выпускницы облегчает родительский кошелек на 9,5 тысяч рублей в 9-м классе и на 12-м в 11-м. В итоге общая сумма превышает 20 тысяч рублей. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».